В этом видео хотелось бы поговорить на тему ЧВК Ридан, что это такое. Но сначала небольшая предыстория. Все начинается 18 февраля, компания друзей, никакая не группировка, одетая в полосатые штаны и толстовки с этим самым пауком, они просто носили такую одежду, не закладывая в это никакого значения, и это не являлось какой-то организацией. Эти ребята собрались отдохнуть в торговом центре под названием Авиапарк, который находится в Москве. Значит, они собираются перекусить, начали искать стулья, делали это очень долго, что и становится скоро причиной потасовки с другими чуваками. Как стулья находятся, ребята заказывают еду, кто из Макдональдса, кто еще откуда, и вскоре к ним начали подходить какие-то странные типочки. И выпрашивали отдать им стулья, на что ребята отвечали само собой отказом. Те типы пришли в торговый центр вместе с алкоголем, и по словам все того же типа, который участвовал в этом, они собирались усесться за соседний стол и выпивать там. Все-таки, воспользовавшись вероятным моментом, когда ребята из Редана делали заказ еды, эти странные типочки сняли куртки тех ребят со стульев и забрали их. После один из них начал говорить, что «Вот, я сейчас вас всех здесь перебешу, всем хана, ну вы поняли». И он это начал говорить не только тем ребятам, у которых забрал стулья, а также челам вообще за другими столами. Ребята заказали поесть, возвращаются, видят, что не хватает трех или даже четырех стульев, они подходят к тем чувачкам и говорят, что «Давайте вы вернете стулья мирно, мои ребята как бы уже пришли, один из них забирает свой стул обратно, потом его возвращают остальные, по всей видимости». Проходит где-то минут 20-30, они спокойно ели, один чувак из Редана чувствует, как в него прилетает крышка из-под пипа, но они это все игнорируют, как и прочие выпады, которые были в течение этого времени от тех неадекватов. Ну а те неадекваты 20 минут спустя, которые пришли первоначально со своим пипом в центр, успели, видать, его выпить. К ребятам из Редана подходит охранник и спрашивает, «Почему у них стоят вместе три стола? Давайте, мол, поставим их на место». Ну и значит тот тип, который первоначально выебался, решил как-то подлизать охраннику и говорит, «А давайте я их всех тут разобью». И ребята с пауками и полосатыми штанами ему отвечают, «Ну давай попробуй». Изначально, как один из Редана рассказывает, они хотели решить все на словах, нейтрально. Но и также говорит, что тот чел начал слишком много выпендриваться. Этот чел, грозящийся всем вокруг настучать, все-таки бьет первого из чуваков с пауками и понеслось. Здесь, к сожалению, я не могу показать полные видосы, но вы их сможете посмотреть по ссылке в описании и в телеграм-канале ЧЗХ18+. Также там публикуются свежие видосы, связанные с Реданом. На самом деле, в этой ситуации меня удивляет больше всего поведение охранок. Один из участников также снимал все это на видео, и там можно на одном из фрагменте увидеть вроде бы охранника, у которого есть бейджик, рация, но это, наверное, охранник все-таки. И все, что он сделал, это не попытался разнимать их, а просто сказал что-то по рации и продолжил стоять дальше. Даже прохожие люди сделали больше работы по урегулированию ситуации, нежели охранник, который так-то для решения подобных ситуаций в торговом центре и нужен. Он как бы за это деньги получает. Но я также не могу назвать достойным поведение чуваков из Редана в данной ситуации. Если бы вы продолжили дальше игнорировать того чувака и не отвечать на его выпады в вашу сторону, то он бы дальше также пытался вас просто провоцировать и играть на публику. Не более того, это все, что он и хотел, и ситуация не получила бы никакого развития. Естественно, если вы начинаете отвечать ему и развиваете тем самым конфликт, то это все может закончиться, ну, как это часто бывает, потасовкой. И мне не ясно, для чего вам это было нужно. Вы стулья получили назад, и вам никто ничего не сделал за это. Я бы понял, если бы это началось все в моменте, когда вы начали возвращать стулья, но начинается-то это по итогу из-за каких-то слов. Лично я в этом вижу точно такое же желание со стороны этих чуваков получить внимание. Да и судя по роликам, которые были опубликованы с той потасовки, этих чуваков из так называемого Редана было еще и больше, чем оппонентов. Было понимание, что вы везете и значит можно как-то отвечать? Поймите меня правильно, я не оправдываю тех чуваков, которые задирали их. Но если бы эти челы реально не хотели потасовки, то они бы игнорировали все выпады в их сторону. У одного из этих ребят есть свой телеграм-канал, и просто посмотрите, что он там публикует. В этот раз мы не стали драться до первого удара, после того, как удар произошел, произошло это. Что думаете по этому поводу? А, то есть это только в этот раз вы решили просто дождаться морального права, первый нанесенный удар. Чтобы можно было ответить после и физически. А в другие разы, исходя из написанного, было достаточно слов. Это вы так хотите решать все словами? Просто с каким восхищением это автор пишет, вы поймете, к чему я это. После того, как удар произошел, произошло это, что думаете по этому поводу? Видите, да, этих героев, которые справились с несколькими неадекватами. Как думаете, каково это быть отпи***ным, оказаться принятым сотрудниками полиции, так еще и опозориться на пол торгового центра. Все уже на их совести и на их ответственности. Будьте нейтральными со стороны себя, и тогда вы выиграете. А вообще помните, что лучшая драка, это которую вы избежали. Разбрасываясь такими словами, своим же советом автор не следует. Ну, просто он пишет, что на этот раз мы решили не драться до первого удара. То есть раньше было достаточно слов, чтобы драка уже началась. А сейчас автор затирает морали, что лучшая драка, это та, которой не было. Оно-то и видно, как ты и твоя компания придерживаются подобных убеждений. Внимание видать хотелось настолько, что видео продолжение с той самой потасовки заливается за определенное количество лайков. И даже писал пост, мол, отправьте в предложку топора, может быть зальют. Ну, получил-то популярность. Топор и многие другие крупные паблики опубликовали. Появился в интернете так называемый ЧВК Редан. А теперь это что? Сообщение от 26 февраля после популярности. Доброе утро всем, я вот только ложусь спать и думаю о том, как же жалко, что все до сих пор в мире происходит. Сейчас руки чувствую опустятся. Я не могу взять и бросить ходить в любимых шмотках, чувствуется внутри печаль. Когда ты начинаешь скрывать волосы, которые долго отращивал, вещи, которые носил, и тебе нравилось их носить. Пора заканчивать клоунаду всем и начинать принимать народ, каким он был. Видать, от полученной популярности автор все-таки разочаровался. Вероятно, это совсем не то, что он ожидал. На улице в любимых шмотках ходить стало сложно. Хотя совсем недавно, я напомню, он с гордостью писал о том, как они надавали лишь неадекватом. После еще аналогичные ситуации, и в частности видео с ними, публиковал у себя в Телеграме. Что, на мой взгляд, провоцирует последователей заниматься ровно тем же. Хотя автор в открытую призывал становиться участниками данного движения. Ребята, которые из разных городов, пишите в комментарии свои города и присоединяйтесь через ЛС. Связывайтесь, знакомьтесь, создавайте свою команду друзей-пауков. А для чего? Чтобы они все вместе ходили толпами и провоцировали аналогичные твоей ситуации? Ну и что хочу сказать в заключении. Данная ЧВК, которая ничего общего с ЧВК не имеет, и как один из участников сказал, что назвали так просто по приколу, Редан не борется с проблемой, а лишь создает больше подобных ситуаций. По итогу чувак один из тех, из-за которого все это началось, в шмотках с этим пауком ходить по улице не может, о чем сам же пишет. И это разве такая борьба, что теперь до типов с такой одеждой докапываются еще больше? Даже если взять первоначальную ситуацию с неразделенными стульями, это по сути никак не коррелирует с внешним видом, на почве чего уже и раздули эту так называемую ЧВК Редан. А деятельность этого персонажа, прародителя, тянет на вот эти статьи. Но это так, к слову, для автора того телеграм-канала, из которого я и брал сообщение. Поэтому не вздумайте вмешиваться в подобные Редану движения, а тех же скинхендов это не отличается ничем. И хорошим это все не закончится. Ну а фуловые видосы с Реданом по ссылке в описании.